Вот друзья едем мы в Умань с детьми посмотреть на экскурсию и посмотрите какая ужасная дорога от затища до Ширяева не будем выпячивать все что прекрасное творится в нашей стране делается дороги очень много но здесь это явно забыли про эту дорогу посмотрите не даже по грунтовке объехать нельзя это просто страхите господня надо над этим задуматься и надо нашему правительству обязательно сделать это не один десяток лет уже такая дорога вот какая ужасная красота дрожь бросает нет ну это просто невозможно вот посмотрите как вы думаете какое мое состояние сейчас и какое состояние любого водителя который недавно купил более-менее нормальную машину и ехать по таким дорогам въезжаем в Ширяево бывший районный центр после укропнения уже не районный центр целочно рада просто поселок городского типа да да городского типа но почему он за столько лет не ремонтировал не разу дорогу на подъезде за стороны затища ну вот в самом поселке уже дороги начались более-менее а то никаких нервов не хватило полтора часа ехали три километра 30 километров затища до более-менее нормальной дороги очень красивые здесь домики возле домика везде все порядочек везде цветочки почти у каждого дома теплица люди здесь занимаются огородничеством выращивают перец помидоры овощи короче овощи до синие школьники уже в школу идут мостик когда-то здесь была речка но уже высохла ну вот совсем другое дело в поселке дороги ремонтируется дорога нормальная лошадка цветочки 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 светлые все приближаемся к центру здоровый центр скананем котовск а автостанция слева больница Ширяевская центральная районная больница уже не районная поэтому и машин так много врачи приехали на работу больные здесь наверное не только больницы вот здесь что тут много административных зданий это по-моему офис Любаса не офис Любаса в стороне уголошился но что столько народу автостанция центр да машин это рынок автостанция а это возле рынка да так будний день будний рынок ну четверг это вот тут рыночный день а видишь дорогой вот он какой бурный центр да прямо как сырье овощи должны быть дешевые не знаю не знаю не знаю потому что все выращивают не знаю когда был натура обмен когда денег не было вот так везде ну может быть перца перца зря надо было мне проехать мимо дома культуры там не такое движение ну я не знала что в четверг в Ширяево базарный день я 15 лет уже не был здесь это немножко да люди в масках люди здесь дисциплинированные тут просто требует больше не дисциплинированное больше наверное особенно продавцов носят маски не из страха перед коронавирусом а из страха перед штрафом ну вот какой насыщенный центр подсадка да почти как в Котовский базарчик народу машин так это наружный базар а там внутренний побольше благоустроенный а здесь это так приезжает стихийный базарчик да машина с дровами на зиму люди готовятся к зиме подготавливаются да даже трава продают лука полно вот так а вот здесь поворот на Одесскую на Киевскую трассу на Киев на которую нам надо вот вот дальше вообще хорошо нам будет лежачий полицейский оп так все отмучилась моя машина по хорошей дороге поедем вот покажи дорогу елки я показываю елки да красиво красиво и поперли мы наконец-то нормальная дорога да у нас душа у нас душа возрадовалась тридцать километров ехали сколько мы времени тридцать километров час сорок минут почти два часа по плохим дорогам а здесь машина дорога по абсолютному бездорожью там не было дороги там было направление на Ширяев да кусочек дороги между на Ширяев это кошмар кошмар но сейчас кошмар кошмар где ты видишь водой там показалось Эвелина троицкая скворцы ай гад так как стекло значит удача да удачи вот мы въехали в Николаевскую область меньше 100 км осталось до Умани кривое озеро огненный отель так заманчиво огорелся речка Кодема ресторан ух ты какая тут бассейн да приезжаем в Савранский район Саврань сколько уже до Умани осталось километров 50 км я рекомендую 40 км около готель здесь в каждом населенном пункте готель гостиница Кировоградская область острова гостя Киевская рыберня, Батьковская хата. Продают смаженые рыберцы. Чем ближе к Умане, Киеву, тем больше ресторанов, трактиров вдоль трассы. Молодыжинка. До Умани 24 километра осталось. Город Умань утопает в Зевене. Показывает, что мы проехали его? Еще раз, еще раз. Мы ищем. Я еще так не вижу сразу. Где Софийский парк? Да, мы проехали, нам надо развернуться. Разворачиваемся. Может остановишься, подивишься маршрут. Сейчас я развернусь. У нас когда-то жмер проедет. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Съехали. И что дальше? Национальный университет садивництва. Где-то нам подсказывают, через 100 метров въезд в Софиевский парк. В факультет. А то ереничное право. Что, мы проехали? Ну блин, получается, проехали. Прибыли в Софиевский парк. Лариса Николаевна сразу бросилась собирать лесные орешки. Ух ты! Друзья, лещено растет. И вот насыпано. Соберу, посажу себе дома. Сельскохозяйственный университет вроде бы. Научная библиотека. Вот он, национальный университет садивництва. Это аллея, на которой засажены деревьяные песчины. На которой мы собрали чуть-чуть орешки. Уманский национальный университет садивництва. Факультет. Экономики и предприятия. Менеджмент. Агрономии, плодовочевництва. Экологии та захисту рослин. Инженерно-технологичный. Лесового и садово-паркового господарства. Якоэрис не дерева его. Он вообще нарастет. Тут благоприятнее климат, чем у нас. Какие-то красные ягодки. Наверное, это кизил. Ммм, да. Кизил. Ммм, кисленький. Кафе студенческое. Братили с детьми до семнадцати. Здесь питаются студенты национального университета. Кафедра садово-паркового хозяйства. Оранжерея. В ней какие-то пальмы растут. Какие-то тропические растения через стекла вон видно. Длинные. Алианы какие-то. Дякуем. Так, вот мы зашли. Заплатили по семьдесят гривен с человека. И идем по аллее сувениров. Спускаемся к водоемам. Там подземные речки, лодочки. Все такое. Так нам объяснили. На камеру записываться не захотели. Так, наверное, еще рано. Что-то на аллее сувениров. Сувенирные ларьки закрыты. Аж там внизу что-то немножко есть. Ну, подойдем ближе, посмотрим. Вот вам угощения, хот-доги, кофе. Все как везде. Здесь пока угощать. О, и наконец-то мы увидели сувениры. Какие тут сувениры, сейчас посмотрим. Какая-то девочка-медузка. И вот, смотрите, различные наборы грудной, успокоительной, витаминной, сборы трав. А сколько у вас граф Потоцкий с Софией стоит? Черницы. Сейчас я покажу вам. Граф Потоцкий и София. Граф подарил Софии вот этот... Парк. Парк, да. Кусочек Греции, да. Организовал его исполнение. Так сейчас может еще что-то. Ну, что тут еще? Маски такие. Откуда-то с Хэллоуина. Как это твой подарок, папа? Не надо мне. Будет у тебя нож. Не надо мне нож. Не надо мне нож. Не надо мне нож. Я опасен, когда с ножом. А так я добрая людина. Не потребен мне нож. Катя, сколько симпатичных волей будет? Хочешь такой колончик? Не хочет, Катя. Хочу. Это новый наш спарк. Здесь фантази парк. Там змея. Остров людей. Поведем флоры. А вот это старый, да? Нет. Это новый. Наши магнитики. Магнитики. Делали в цветном виде и в такую. Это лавки, которые работают. И смотришь, ни за что глаз не цепляется. Все хлам бесполезный. Разве единственный полезный нож был? Да, да, да. Сезонно. А? Собачка пронумерована. С клипсом в ухе. Все. Это принадлежность донесена в списке учета. Тот пруд, по которому граф катал свою Софию. Вот. И катер назван в честь меня Софии. При желании можно оплатить и прокатиться по озеру. Тут уточки, гуси вон да. Еще лодки различные, маленькие. Прямо индейская пирога. Посмотри, попозируй. Ой, ты умница. Обережно покрашена. А через стикс будут перевозить? Да, через стикс оно есть. А сколько людей вы собираете на один? Там написано, минимум 10, максимум 30. Но сейчас я уже так катаюсь, сколько есть, которые привезут. И, конечно, без фанатизма, не один, два. У нас четверо. Может еще двое хотя бы, чтобы нас брать. Доброе. У меня душа тяжкая. А сейчас на стикс и вытремает? Как у вас душа не было? Там таких клюшек, как ваши 40, вытремали. Ага, как вы. Так, мы вот так вот и поедем. Вот. Как сами? Игрыбамсами. Ага, а то я думал, они не впораются. Так, заходь. Сейчас скажут, куда и что. Так. Все, поплыло через стикс. Вот. Вот. Идем в царство Аида. Продвигаемся. Дальше. Так. Давай. Давай, девушка, давай. Хватит? Дальше. 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 Все. Сейчас придет кормщик. Заплатили уже Алтын. И будет нас переправлять. Дальше. Дальше. Да. Харон. Вот. Харон там. Ага. Пойдем и пойдем в озеро. Держись. Здесь садимся. Пойдем. Все. Мы вошли в подземную реку. А я кричка называюсь? Стикс. Стикс? Нет, вы не назвать так много. Ну так вам же ж краще видно. Не знаете. У меня речка Стикс. Далее Харон. Державочка. Понятно. Перевозчик Харона. Один, где и той сами. А Аид нас там не чекает? Ну, это кто их заслужил. Обратно отпустят? Назад уже кто как у них. Ха-ха-ха. Кто как хочет. Ха-ха-ха. 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 Свет в конце тоннеля постепенно исчезает. Ха-ха-ха. И наступила полная тьма. И сейчас появятся грешные души. Которые поджаривают в котлах за смолой. Не подсвечивают. А что здесь не подсвечивают? Не подсвечивают. Батарейка жизни. Батарейки сели. Дрова кончились. Наверное, это надолго, Ваня. Ребята, Ваня. Заганно. В пределах водонодок. А для чего это было построено вообще? Эта речка соединяет верхнее и нижнее озеро. Подает воду на большой водопад. По легенде это... София штукатурила. Граф камни ложил. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Классный граф. Что София делала, что в ней такой парк был. У кого бурная фантазия, то и можно себе выявлять, что за монет. Дрови без порога не было. Полчаса плывел по подземной реке. Ну, Стикс можно рассматривать как переход из одного мира в другой, и ничего страшного. Ха-ха-ха. 219 метров. Самая длинная искусственная подземная река в Европе. Здесь. Мы по ней сейчас проходим. И вот уже появился забрежевый свет. В конце тоннеля. Какая глубина реки? Глубина этого канала подземная. Один метр воды, полметра цифровой техники и полтора метра. Вот они. Ну вот они. Ничего страшного. Или нет. Болот лечебное? Ну конечно падает. Все снимают на телефоны, на камеры. Раз и уронили. Раз и уронили. Такое бывает. Вот. Этой речке 224 года. Это все крепостные строили, да? Ну патронский был не бедный человек. Да понятно. Но все крепостные. Техники никакой. Все люди. Ручной человеческий труд. Это что рыба? Это лук. Это лук. Водяной. Вот и выход приближается. Ура! Наш мир! Вернулись! С другой стороны. И вот куда мы, какой обаятельный уголок мы вывернули. Теперь обратно на Белл. Я давно. Ха-ха-ха-ха. Любой каприз за ваши деньги. Ух, как уточка стоит. Подплываем к пристани и обратно нас не везут. Без потерь. Какой капризон. Не руку. Да. Вон, наставляй телефон заборцев. Сколько я прошу. Спасибо. Вот. Харон нам. Желает всего доброго. Всего доброго. Где-то слышен водопад. О! Привет. Вау! Вау! Ну, там Ева, да. Ну, туда, если мы пойдем, а то в какой-то... Ну, один камень, сплошный один камень. Одна ступенька и один камень. Лебеди. Уточка на камне сидит. Ух ты! Утки! Смотрите, какое оперение на голове. Видишь, уточка? Смотри, какое оперение на голове. Куда? Вот так. Давай я панорамку. Давай включим уже. Нет, включено. Какие хорошие валуны. Квашинину придавливать. Ах, там фонтан вдали. Этот фонтан пока выключен. Какие валунищи. Какие красивые кувшинки. Прямо прелесть. Цветочки. А там, вон, чуть распускается. Тоже то розово-красное. Тут белое распускается. А тут вот распустилась белая кувшинка. И там, вон, дальше. Какая красота. А, подправа. А, подправа. Ух ты, какое страшно. Нет. Да, вин кусается. Безчисленное количество. Тропинок. Чего стоят только дня эти дорожки, тропинки. Из гранитных кусочков. Не говоря о всех растениях. Титанический труд. Невероятный. Титанический. Одно из сильнейших чудес света. Но... Змея свернулась кольцами. И из ее пасти бьет мощный фонтан. Вот. Ух. Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Бруковка тоже вся вручную сделана простыми крепаками. Смотрите продолжение в следующей серии. Семь струек, семистройный фонтан. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот такой город Умань и мы подъезжаем к музыкальным фонтанам. Продолжение следует...